Друзья, турнир, инверсное состязание на нашей любимой бирже Байбет начинается уже вот буквально через меньше, чем через сутки. Когда вы смотрите это видео, скорее всего, осталось вообще какие-то считанные пару часов, поэтому обязательно вступайте, переходите по ссылке, нажимайте вступить. И для тех, кто в танке, напоминаю, что это именно инверсный турнир, то есть турнир по фьючерсам, но только по вот этим вот фьючерсам, которые называются инверсные контракты, где вы в обеспечении держите не USDT, скамовую бумажку, которая на 99,9 в периоде упала уже за последние 100 лет, а настоящую крипту. Биток, эфир, рипл, иос, дот, адам, анаш, мана, лайткоин, солана, шалана и все остальное говно. Вот, USDT, дериватива, в счет не идут, соответственно, вы ими можете торговать и на споте торговать, но в счет будет идти именно только инверсное состязание. Как бы они пролили. Ну вот, например, лайткоин или рипл, именно вот те пары, которые заканчиваются на USD, а не на USDT. Все, добавляйтесь, переходите по ссылке, и давайте посмотрим с вами новый видос плана B прямо сейчас. С возвращением на YouTube плана B. Сегодня мы обсудим рынки биткоина, используя эти 7 графиков. Модель биткоина Stop to Flow, модель рыночных циклов, индекс относительной силы, 200-недельная скользящая средняя, реализованная цена биткоина, реализованные прибыли и биткоин в прибыли. Итак, первый график. Модель биткоина Stop to Flow. В этом месяце биткоин закрылся немного выше 60к, что на 10к ниже прошлого месяца. На самом деле, полностью уничтожая прибыли прошлого месяца в 10к. Так что, может быть, 70к прошлого месяца было немного лишним. Имело место FOMA из-за ETF, и, конечно же, то, что мы ранее никогда не видели, исторический максимум перед хаудингом. Так что, все это вместе, и, несмотря немного более низкое закрытие цены этого месяца, все еще делает биткоин в 37% сверху с начала года. Кроме того, биткоин сейчас находится в хаудинге, потому что этот месяц является последней синей точкой. Ведь этот месяц имеет порядковый номер ноль. И, начиная со следующего месяца, мая, мы начнем обратный отсчет до следующего хаудинга, в 2028. Но этот месяц является последней синей точкой, и каждый хаудинг со своей последней синей точкой находился в этой серой цене модели Stock to Flow. Это замечательно. Также средняя цена, которую мы с вами считаем в каждый момент времени, находится на 34 тысячах, что, конечно же, немного ниже 55 тысяч, что предсказывала оригинальная модель Stock to Flow 2019 года. Но все равно, по своей сути, это норм. Она находится на том же самом порядке, а также не забывайте, что в 2019-м цена биткоина была ниже 4 тысяч. Поэтому, также обратите внимание, что средняя цена биткоина была выше модели Stock to Flow во время того цикла, предшествующего последнему циклу, цикл 2016-2020. Поэтому я сделал обновление этой модели. Параметры значительно не претерпели изменений. Цели 2024 и 2028 по-прежнему около 500 тысяч долларов в среднем. А также обратите внимание на то, что расчетная ошибка постоянно сокращается после событий хаудинга. Вот хаудинг. Значение модели растет. И, конечно же, требуется некоторое время для того, чтобы цена биткоина достигла и нагнала расчетное значение модели. Одно и то же каждый хаудинг, что также будет верно и в отношении этого хаудинга, на мой взгляд. Так что мы видим эту расчетную ошибку, уже сокращающуюся, и она это продолжит делать. И, конечно же, цена не достигнет 500к в мае, а медленно, в течение месяцев, будет приближаться к этой цене модели. Но что дальше? Для 2024-го я повторяю то же самое, что делал в прошлом видео. Неизбежно, что мы достигнем 100к, на мой взгляд. Потому что прибыли майнеров должны восстановиться. И доход с майнинга из-за хаудинга распополамился. Все майнеры, полностью вся индустрия претерпела сокращение прибыли на 50%. И это должно восстановиться. Обычно в течение последних трех хаудингов это происходило в течение от 4 до 8 месяцев. Так что это уверенно попадает в текущий год 2024-й. И единственный способ восстановления прибыли майнеров заключается в удвоении цены. Так что, рассчитывая с текущей цены в 60к, мы должны с запасом перевалить за 100к в этом году. После чего, я думаю, что вершину мы увидим в 2025-м, потому что исторически вершина бычьего рынка происходит после хаудинга. Спустя примерно один год, полтора года после хаудинга, что приводит нас в 2025-й. И большим вопросом здесь, конечно же, становится то, что последует ли цена принципу сокращения прибылей. И, конечно же, я думаю, что цена у вершины будет около 200к, что будет соответствовать принципу уменьшающейся прибылей. И, конечно же, то, что цена, естественно, снова последует модели сток-то-флоу. И прибыли будут экспоненциальными. Снова. Вы знаете мой ответ, я считаю модель сток-то-флоу по-прежнему верной, и мы будем видеть экспоненциальные прибыли, по крайней мере, до момента 50% распространения. Сейчас же мы находимся где-то в диапазоне от 1 до 10%, что, естественно, еще очень далеко от этой отметки в 50% распространения. Так что я думаю, что экспоненциальные прибыли мы с вами увидим. Ну что ж, следующий график. Цикл рынка биткоина. И каждый сейчас в ожидании этой красной точки. Но если мы увидим желтую, то значит красной не будет. Бычий рынок продолжается. И я также знаю, что эмоции по рынку сильно разнятся. Я знаю, что некоторые считают, что бычий рынок закончился. Уже. Но, но именно поэтому мы используем модели, чтобы бороться с эмоциями. И транзакции ончейн, которые этот индикатор рыночных циклов использует, говорят о том, что мы все еще в высшем рынке. Несмотря на этот небольшой провал. И, кстати, заметьте, здесь также есть провал. И здесь есть провал. Все очень похоже. Вот здесь провал. Вот здесь провал. Так что красная не означает, что не будет провалов. На самом деле, 25% провалов являются нормальной ситуацией в бычьем рынке. Так что лучше привыкнуть к этому, что их еще будет больше. Но хорошая новость в том, что, на мой взгляд, красные точки продолжатся. Переходим к следующему графику. Технический индикатор RSI. Последний раз у нас был очень высокий уровень RSI, около 77. И в этом месяце последнем он упал до 66. Если хотите, он нормализовался. Потому что в последнее время мы только говорили о том, что он очень высокий. Он может нормализоваться, может наступить новый уровень. И вот окей. Он нормализовался и не находится на уровне, который был во время последних халвингов. Вот здесь халвинг 2012, 2017, 2016, а халвинг 2020 был, конечно же, еще ниже. Так что мы выше уровня халвинга 2020 для уровня RSI. И что ж, это последняя синяя точка. А следующая точка, майская, должна быть красной. Так что, на мой взгляд, мы даже еще не начали. И я думаю, что красные точки, которые мы с вами увидим, начиная с мая, красные точки будут выше синих точек. Так что красные точки RSI будут выше RSI синих точек. Что значит, мы с вами увидим RSI намного выше уровня в 80. Аналогично тому, как мы с вами наблюдали в предыдущей бычьей рынке. Что означает значительное увеличение цены. RSI на уровне 80 означает очень, абсолютно крутой рост цены в рынке. Так что я думаю, мы с вами это еще увидим. Если мы с вами посмотрим на 200-недельное скользящее среднее, то здесь особо ничего не произошло. Оно немного подросло, как всегда и делает 200-недельное скользящее среднее. И теперь оно находится на уровне 34 тысяч долларов. Так что вы видите, что оно представляет очень консервативный пол для бычьего рынка. И очевидно, что оно очень консервативно даже и для медвежьих рынков. Во время этого мы можем коснуться или даже немного ниже опуститься этого уровня. Но во время бычьих рынков мы уходим значительно выше. Так что я думаю, для нас в настоящий момент 200-недельное скользящее среднее является не очень интересным. Но вот этот график, цена реализации, очень интересен. И я скажу почему. Цена реализации, что является себестоимостью биткоинов. Всех биткоинов, 19,6 миллионов, пересчитываются по последней цене их транзакций. И сейчас это значение составляет 29 тысяч долларов. И двухлетняя цена реализации составляет 45 тысяч долларов. Немного выше, чем в предыдущем месяце. И немного выравнивается. Тоже верно и для пятимесячного уровня цены реализации. Сейчас она находится на уровне в 60 тысяч. И очень интересная вещь заключается в том, что во время бычьих рынков образуется очень мощный уровень поддержки. Так что провалы, которые мы с вами видели в последние месяцы, обычно отскакивают от уровня пятимесячной цены реализации. Это краткосрочная зона поддержки. Мы с вами также видим, что вот здесь, в 2020-м, во время бычьего рынка цена упала до пятимесячной цены реализации. Вы также здесь видите это плато цены реализации, а также цену реализации за два года. Мы с вами видим это здесь, в 2016-м, здесь, в 2017-м, эти небольшие провалы, которые касались ярко-голубой пятимесячной цены реализации. И взмыль снова. И я думаю, что это мы с вами и увидим. Аналогичная ситуация была и в 2012-м году, верно? Цена упала до светло-голубой линии, после чего вернулась обратно и продолжила бычий рынок. Так что я думаю, что прямо сейчас мы находимся в абсолютно такой же ситуации. Это была цена реализации. А теперь переходим к реализованным прибылям. Они все еще в плюсе 7,5%. То есть продавцы в апреле получили 7% прибыли. И данные подсказывают, что эти продавцы, получая прибыль, не являются слабыми руками ETF, которые были проданы. Получение прибыли во время бычьего рынка является очень логичным действием. Особенно для людей, пришедших из традиционных финансов. И здесь 7% это много. С точки зрения традиционных финансов, для всего лишь пары месяцев. Так что не ругайте их. И иногда, особенно если вы новичок для этого рынка, для рынка биткоинов, вы спешите получить прибыль, если видите, что прибыль реальна. Поэтому вы забираете деньги, и затем их реинвестируете. И на мой взгляд, это именно то, что и происходит. Но, конечно, биткоины в прибыли немного упали. Теперь это не 100%, потому что те, кто покупали в 70К, сейчас в минусе. В настоящий момент 12% в минусе, что представлено желтым. И, вероятно, мы можем немного сравнить это с тем, что происходило в 2020-м. Красное, красное, желтое. После чего бычий рынок продолжился. Или с 2012-м. Мы видим, что начало бычьего рынка началось с желтого, после чего все продолжилось. Так что не думаю, что мы можем сравнивать это с 2013-м, который произошел после 10К, после чего бычий рынок продолжился в очередные 10К. Или же с 2019-м. Года очень раннего бычьего рынка. Этот тоже, похоже, начался очень рано. За год до халвинга. Что стало очень ранним. Мы только сейчас увидели халвинг. Так что я думаю, все больше похоже на 2020-й и 2012-й. Но время покажет. И обязательно подпишитесь на наш канал. Это мне очень помогает видеть вашу поддержку. Спасибо за просмотр и до встречи. Продолжение следует...